МИКОЛАЕМ ДЯТКОМ Согласно амнистии, таких людей должны освобождать вообще сразу. То есть Верховный суд отменил постановление о выдаче ему этого удостоверения. Сказал, что оно недействительное, что никакой он не пострадавший. За час знаходжения у Могилевской и Дышкловской колониях на Миколая Дятка склали 16 протоколов об порушении режиму. За шматлики с погнаний молодёна перевели у Турму. Эти нарушения можно разделить на несколько категорий. Первое, да, это ходил в спортивном костюме, это большинство. Потом один раз якобы, или там несколько раз не спал после отбоя. То есть не находился на своём спальном месте. Один раз якобы проспал подъём. Вот. Несколько раз переговаривался с соседями по камере. За пять дзен до вызволения у Могилевской турме над Миколаем отбылся суд. Сгодно с 411 артикулом Криминального кодексу хлопца судили яшче на адзін год зняволення. Йон падаў касаційную скаргу, але спадзеву на яе нямеў. Ну как твоі дзела, не болееш лі? Я вот касатку написала, патребувала, што б меня немедленно освободили и оправдали. Ну и смайлик пасле этого. То есть из разряда сарказма. Так за што могуць пакараць паводлі 411 артикулу? Во-первых, надо понимать, што нарушыня нужно допустить не адзін раз. То есть з первого раза никто па 411 стаці не судзят. А во-вторых, режим адбывання наказані, он достаточно чотка пропісан в правилах внутреннего распорядка и слегка в уголовно-исполнительном кодексі. Правоабаронцы адзначаюць, што гэта артыкул вельмі зручны для репресіўных уладаў. Понятное дело, што есле конкретному осужденному есле какие-то претензії і желані зделати ему гадысь, то есть добавіць ему срок, то это в принципі не проблема. Потому што жызнь за решоткой, она такая многогранна и многостороння, што в які-то моменты не нарушыць, например, какие-то правила просто невозможна. На яшчэ одного паліцняволянага Мікалая Статкевича. У колонії регулярна складалі протоколы за парушэння режиму утрымання. Першы ж дзень па приўзззі на яго пачалі накладаць спагнанні. І да першага красавіка ў яго було трынадцать спагнанні, ўжо за яких дзесяць за так званую адмову адпрац. При гэтым за кожны протокол да спадара Мікалая ўжывалі адмысловы відпакарання. Йон стратіў права на спатканні і довготерміновы, і короткотерміновы, на тангалкі, на танфанаванні пасядзеў шыззі, а зараз знаходаць па мяшканні камер нага тыпу. У выніку белога крандыдата на президэнта за парушэнні з колонії піравялі натурэмны рэжым. Аднак нельга выключаць і далейшая праменінні да яго цатырыстта адзінаццата га артыкулу. Праваобаронца азначаць што гэтым парушаюцца ніжнародныя пагагаднэнні і юрыдычная норма. Мы видим, во-первых, явное нарушение такого основополагающего юридического принципа, что нельзя наказывать дважды за то же самое. За каждый дисциплинарный проступок человек уже был наказан в дисциплинарном порядке. И во-вторых, мы видим, что по такому пути, по пути существования этого вида преступления пошла из неизвестных вокруг нас государств только Беларусь. 411-й артыкул не мае колькасные мяжи. Фактычна суд можа покидаць з неволеных азакратами без конца. Миколай Дзядок спадзеецца стать апошнім у Беларусі, асуджаным гэтаким чынам.